Здравствуйте, меня зовут Андрей Коньков. Я бы вам хотел рассказать о Калмогоровских спектрах в случае слабой турбулентности. Начать свой рассказ я бы хотел с представления Андрея Николаевича Калмогорова, который является одним из авторов современной теории вероятности и который внес огромный вклад в статистические методы описания турбулентности. Начать свой рассказ я бы хотел с введением основных понятий, чтобы дальше было легче следовать моему рассказу. Значит, здесь в рамках случайных волн вводим соответствующую гармоническую зависимость для случайно двирующейся поверхности. Также вводим понятие энергии и волнового действия. Волновое действие у нас есть отношение энергии к чистоте. Что случайно? Что значит случайно движущаяся поверхность? У вас потом амплитуда А будет случайно? Это как бы спектральное представление случайной величины? Случайная форма поверхности? Да, случайная форма поверхности в конкретный данный момент. Вы разложили ее по гармоникам и амплитуды гармоник случайны? Да, да. Они будут функцией времени? Да, функции времени и координации. И тоже координации? И координации. Квазового амплитудка? Или от действительной величины? Действительной. Значит, для описания характеристик используется как пространственно-временной спектр, пространственный спектр, частотный спектр. Они получаются путем нехитрых преобразований друг к другу. Ну, здесь я больше буду рассматривать случаи гравитационных волн на глубокой воде, которые описывают следующим дисперсионным соотношением, из которого, подставляя вот эту омегу, мы будем получать более подробные уравнения, соответственно, для пространственно-временного спектра, пространственного спектра и частотного спектра. Ну, также можно, если брать интеграл по телесному углу, рассматривать спектр по модулю волновых чисел. Все эти спектры, как статистические способы описания турбулентности, используются в разной литературе, разные авторы могут использовать свои. Ну, вот этот спектр, который исходный, x от омега-к, это он прямо по косинусу только берется, или косинус и синус, или он комплексный? Нет, он в общем случае комплексный. Потому что там-то вы сказали, что а действительно и косинус, и значит, там брались и синусы, и любые фазы. Ну, да нет, ну в общем случае он комплексный. Комплексный компонентный. Вот, значит, перейдем теперь к одному из наиболее важных вкладов в источник уравнения переноса создаваемого нелинейного взаимодействия между спектральными компонентами действия. Ну, то есть, у нас, соответственно, есть уравнения переноса, о которых рассказывали предыдущие докладчики. В этом уравнении переноса, в правой его части у нас входят, соответственно, источники или стоки. Вы имеете в виду какой-то уравнения переноса, какой-то конкретной величины? Ну, да, нет, его можно записать, в частности, даже для вот этого амплитудно-частотного спектра. То есть, там будет стоять DF-PDT плюс соответствующий производный по импульсу и координате. И в правой части у нас будут соответствующие данные задачи источники. Значит, данное уравнение, оно как раз для спектральной плотности волнового действия Хассельма вывел вот такое уравнение. И можно показать, в частности, в статье, которую я изучал, в статье Захарова, было показано, что уравнение вот этого Хассельмана сохраняет полные действия, может сохранить полные действия, энергию и импульсу. Известно, что вне интегралов накачки и диссипации спектры слабой турбулентности, описанных кинетическим уравнением вот этого Хассельмана, определяется потоками сохраняющихся величин действия, энергии и импульса. А там всем было понятно обозначение дельта функции, что значит 0 плюс 1 минус 2 минус 3? Это имеется в виду здесь многоволновое взаимодействие. Да, здесь вот под этим Т, там кроется корреляционный момент третьих и четвертых порядков, то есть это такая громоздкая структура, которую для удобства объединяет в один коэффициент. Он описывает 4-х волновые взаимодействия. Нет, это спектральная плотность, спектральная плотность нового действия. Подоконное хранение, вот здесь три полные, оно как разложили по спектральным гармоникам. Он интеграловат n по dk, и вот n это как раз волновые взаимодействия. А в левой части какой индекс? А в левой части там просто dn по dt, там нет индекса. Это имеется в виду в полной системе спектральной плотности. То есть n1 это n1? Да, ну да, то есть если рассматриваем... n должно быть зависит от k с ноликом. n с ноликом у вас там значение. Да, тут Саша правильно говорит. Ну, может быть, все вот эти... Ну, значит, это n0. Это функции от k. Значит, это n с ноликом. n с ноликом, да, извиняюсь. А тут дельта-функции стоят под интегралом. Это дельта-функции от k0 плюс k1 минус k2 минус k3. Это синхронизм. Да, это просто условие синхронизма. Здесь известно, что для развитой турбулентности, которая характеризуется числами Рейнольдса больше 10 в 6, а распределение энергии по волновым числам у нас в некотором инерционном интервале определяется известным законом минус 5 третьих. То есть в случае сильной турбулентности у нас происходит такой каскадный процесс, где энергия передается от крупных вихрем все более в более мелко и затем затухает, и затем переходит тепло. И у нас вот на этом участке, инерционном интервале сохраняется одна величина энергии. В случае слабой турбулентности у нас здесь, соответственно, могут сохраняться не только энергии, но и импульс и, например, скажем, энстрофия, то есть это средний квадрат вихря. А вот ПСИ что такое? Это спектр по волновым числам. Кого? Как ты чего? Опять же там тут волнованные поверхности. Ну, амплитудный спектр. Соответственно, сохранение все зависимости для спектра, для вот этих колмогоровских спектров слабой турбулентности, они могут быть получены из-за соображений размерности. Также, если мы используем, если мы будем удовлетворять условию сохранения потока волнового действия, то здесь для амплитудных, для спектров по волновым числам и по частотам здесь процедуры, в общем, соответствующие. Теперь пару слов. Значит, не требовалось закон минус 5 третей? Нет, закон минус 5 третей, это для сильной, для развитой. А там где 10 третей? Да, здесь там в ходе вот как раз вот как раз Захаров получил этот самый закон минус 10 третей. Но вот этот закон минус 10 третей в анализе размерности он используется? Да, 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 он используется. Без него все остальные выражения не получены. Теперь вот как раз пару слов о применении. Когда у нас используются эти кламмагоровские спектры слабой турбулентности? Циркуляция земной атмосферы и океана, усредненная по большим пространственным масштабам, будет представлять из себя такое квазидвумерное движение, то есть кламмагоровские спектры слабой турбулентности они описывают, они применимы к описанию в общем случае таких квази здесь рассматривается двумерная турбулентность. И циркуляция земной атмосферы она характеризуется синаптическими вихрями волн Росби более известных как циклонов и антициклонов, а также тесно связанные с ними зональными ветрами. И турбулентные движения существующие в атмосфере служат причиной генерации вихрей и зональных течений. здесь в качестве основного уравнения переноса можно использовать уравнение Чарни-Обухова. Далее если ему соответствует приведенное чуть ниже динамическое уравнение. здесь рассматривается трехволновое взаимодействие вот этот радиус РР это у нас радиус Росби Росби Обухова который сопоставим с радиусом земли. таким образом записывается спектральная плотность энергии через нее выражается волновое действие. ввести также ну а исходный П в уровне Чарни-Обухова для какой величины это для давления это здесь П с крышечкой это у нас безразмеренная величина давления. как оно связано с действием М? да вот здесь кинетическому равнению дать числа чисто из М а теперь как от М перейти к П ну через волновое действие четвертая строка для компонента П кратает компонент а надо проинтегрировать там для полной величины П и в первой строке а во второй строке для полной величины Н то что и соответственно через нормированную комплексную амплитуду можно переписать динамическое уравнение которое будет выглядеть следующим образом это материал статьи успехов физических наук уже более нового 2008 года и также там приводится выражение для матричного элемента трехволнового взаимодействия далее там рассматриваются два основных случая это коротковолновая турбулентность ну по результатам опытных данных установлено что это волновое число по у где у нас берется в направлении к ближайшему полюсу земли x запада на восток то у нас захват что у нас вот эти явления которые определяются переносом вещества вот это волновое число по у существенно превышает к x это по опытным данным соответственно используя эти приближения и подставляя их в матричные коэффициент взаимодействия мы получаем энергетические мы получаем спектры по волновым числам которые вот у нас вот это ехар к x минус три вторых к игорь минус вторых является спектром по энергии и которые пониже это спектр по энстрофии то есть квадрату вот это вихра ну в изотропном приближении у нас если рассматривать изотропное приближение то здесь у нас будет возникать спектры для энергии энстрофии соответствующие показатели минус семь вторых и минус девять вторых также интересен случай и длинноволновой турбулентности которых путем аналогичных аналогичных умозаключений переходим к спектрам для спектрам для луновых чисел энергии и энстрофии ну еще про что касается волна плазмы то там соответствующие то есть исторически все для вот этих калмогоровские спектры слабой турбулентности впервые были применены как раз все-таки в задачах плазмы потому что сила кориолиса потому что сила лоренса она имеет ну можно провести аналогию между силой кориолиса в замагниченной плазме и между силой лоренса и силой кориолиса в атмосфере и с помощью как раз этих калмогоровским спектром были также объяснены аномальный перенос тепла и частиц поле поле да поперек направлению магнитного поля здесь это просто спектр универсальный получается здесь же закон дисперсии другой особенно с тем что вы говорили о полном поверхности спектры у тебя другие причем они не затроплены да здесь другие спектры результат не зависит от того какие там были градиенты общего течения ведь это же в течении все равно оно по z по высоте проинтегрированное но оно зависело как бы от градиентов но здесь порассматриваем здесь порассматриваем случай как бы ну либеротропная атмосфера и здесь у нас ну больше большой вклад вносит именно просто масштабы масштабы атмосферы они много меньше масштабов вот этих зональных ветров и волны розы поэтому здесь это это координат как бы вырождается у нас ну вообще колмогоровские спектры слабой турбулетности они так скажем имеют квазитвумерную что ли в отличие от сильной турбулетности квазитвумерную в отличие от задача понятно что интегрировали по высоте она это масштаб нет ну это практически просто пример как можно применить давней давней плазменные задачи да то есть это вот совсем недавняя статья 2008 года вот в плазме это все колмогоровские 5-3-ти насильные турбулетности также получить точное решение некой приближенной системы статистических ну это просто стандартный гидродинамический подход когда все делается из-за соображения размерности в общем случае точное решение насколько я знаю получить на данный момент невозможно для слабой турбулетности для слабой турбулетности точно можно а вот для сильной Саш можете прокомментировать тоже можно Саш скажи несколько слов только сюда сюда только вопрос вы приведете с главной гидродинамской соображения размерности можно ли спектр получить как точное решение тратического уровня можно ли спектр колмогоровский 5-3-ти досил для турбулетности также получить точное решение некой приближенной системы статистических ну это просто стандартный гидродинамический подход когда все делается из-за соображений размерности в общем случае точное решение насколько я знаю получить на данный момент не важно для слабой турбулентности для слабой турбулентности точно можно а вот для сильной Саш может ты прокомментируешь Саш скажи несколько слов тогда только сюда сюда только помимо тех подходов которые говорили докладчики национальный подход метод замыкания существует еще подход введенный в 60-м году Уальтом который ввел рассмотрение так называемую диаграммную технику которая оперирует со вторым моментом поле скорости и с функцией глина уравнение для набьез токса получается система двух связанных нелинейных уравнений полная аналогия здесь квантовой теории поле где тоже самое существует система нелинейных уравнений проблема в том что малого параметра в этой задаче нет но ты говоришь при этом и для трехмерной и для двумерной задачи да диаграммная техника без разницы с размерностью пространства просто в двумерном случае там появляются дополнительные интегралы движения и дополнительные спектры вот так оказывается что проблема колмогоровского спектра была актуальна в 80-е годы прошлого столетия и в основном была продвинута благодаря группе товарищей из Новосибирска в первую очередь Захаровым Львовым Кузнецовым Захаров именно предложил методструкторизации интеграла столкновений которая позволяет получить точное решение уравнения для слабой турбулентности оказывается что и в теории сильной турбулентности можно приближенные конечно уравнения в втором порядке по взаимодействию привести к виду который имеет вид кинетического уравнения для слабой турбулентности и тоже используя метод структуризации найти закон 5 третей как точное решение этого уравнения но получается кинетическое уравнение тоже фактически четырехволновое взаимодействие хотя турбулентность сильная а вид у него такой же почему так получается нет она не с четырехволновой трехволновой тут был приведен закон для нераспадного законной дисперсии но существуют и другие кинетические уравнения где интеграл столкновения содержит не кубичные по числу частиц а квадратичные слагаемые и там решаются такие и там тоже можно но это уже не захаровский результат это захаров сделал и для распадного законной дисперсии и для нераспадного то есть процедура нахождения точного решения кинетического уравнения а-ля кофеммана хотя можно и другие привести она не зависит от того является спектр распадным или нераспадным от этого зависит число интегралов столкновений то есть число частиц сохраняется энергии но еще возможны варианты когда он даже умернет турбулент сохраняется и в трофе поток который направлен в сторону крупных масштабов зависит в отличие калмогорскому так что в свое время ребята поработали с проблем калмогорского спектра и в частности в свое время я тоже баланс спектрами анисотропной турбулентности и такого вида спектра для волны розби я уже нашел где-то 40 назад такого же титра все спасибо 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 спасибо